В новом учебном году Дворец детского творчества откроет объединение, связанное с ранней профориентацией. ДДТ уже давно занимается этим направлением в среднем и старшем звене школы. Сейчас хотят подключить и дошкалят. Мы даже говорим о профессиональном самоопределении. Как раз маленьким деткам мы будем рассказывать о мире профессий, чтобы уже с такого возраста они задумывались, кем бы им хотелось стать. Также у нас запускается программа по анимациям. То есть дети могут сами создавать мультики на интересующие темы. То есть тоже востребованное объединение. Также планируем открыть новую программу по техническому творчеству. Также Дворец сохранит и те программы, которые традиционно востребованы из года в год. Многие выбирают объединение художественной направленности, где детей учат петь, танцевать, рисовать в различных техниках или пить из глины. Затем идут объединения социально-педагогической направленности, как мы их называем. То есть это изучение языков английского, русского, вот эта профориентация. То есть именно вот эти направления связаны с изучением социального окружения традиционного. Ну а третье место у нас техническое творчество. То есть у нас кружки мы сохраняем, вот это направление. Ну и чуть поменьше, естественно, научное, туристко-краеведческое направление. Также востребованы шашки и шахматы. Выбрать можно и несколько кружков. Дворец детского творчества уже начал предварительную запись детей на новый учебный год. В этом году она проходит в дистанционном формате. На сайте ДДТ есть ссылка на электронные заявления, которые необходимо заполнить онлайн. С прошлого года у нас реализуется такой проект, когда запись детей идет через российский навигатор дополнительного образования. Для Нижегородской области адрес этого портала R52-навигатор.дети. То есть там каждый родитель, желающий записать ребенка в любой кружок, неважно, во дворец, на станцию иных техников, в молодежный центр и так далее, должны пройти регистрацию на этом сайте и зарегистрировать своего ребенка. Пока навигатор закрыт для записи, так как дети с этого года переходят на следующий. Всю информацию ДДТ публикует на своем сайте или в группе ВКонтакте. Родительские собрания пройдут 31 августа и в первые дни сентября. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.